ребят кто на связи напишите есть звук все нормально как это в разных комнатах с веревочкой которые пройдет продели через ну как советские времена была такая штука на веревочку короче я это застал ребята здорово алика привет здравствуйте здравствуйте большой друг так ну что сегодня у нас ребятки сегодня у нас будет но я считаю что будет здорово потому что некоторые алекс там на тебя как-то негативить начали ребята ребят смотрите сегодня у нас гостях ну с андреем жариковым мы очень часто бываем в эфиры вы на знаете уже но сегодня у нас в гостях как раз таки наверно можно сказать старая гвардия олдскульная как блогеры которые начинали работать также допустим там в интернете но немного в других форматах то есть это алекс какого года ты вообще начал заниматься этим заработком интернет именно в интернете 2009 года сейчас 2020 год ребята 11 лет это очень большой опыт поэтому ну если человек остался вот в этом направлении значит ему все-таки все это дело зашло и вот он до сих пор работать несмотря на различные скамы какой-то негатив и все подобное все остальное в этом духе поэтому я думаю на будет любом случае интересно пообщаться с алексом по отвечает на наши вопросы вы позадаете вопросы где-то там я по отвечаю где-то андрей пообсуждаем различные темы по заработку интернете пообсуждаем то насколько изменилась тема заработка в интернете как инструменты изменились насколько все стало можно сказать наверно сложно по сравнению с тем что было там раньше да то есть вот это все мы сегодня с вами по обсуждаем поэтому будет интересно никто не отключается палец обязательно вверх подка на каждом канале кто там у нас где есть нужно три канала сегодня у нас трансляция ну и в конце самые стойкие у нас поучаствует в конкурсе где мы разыграем монетки призм как всегда по традиции в наших стримах так что не отключаемся ребят ну что давайте начнем господа коллеги долги да самое такое но я хотел начать с того чтобы всех поприветствовать понимают большая тусовка собралась всем здравствуйте но я просто хотел попытаться разбить те мифы которые наводили сейчас индустрию и эти мифы будучи вначале как бы аморфными газовыми сейчас уже окаменились и стали гранитами которые тяжело подвинуть ну например те же самые слова хайп это вовсе не означает пирамиду или кидалу хайп означает хайон конверс программ высокодоходный сон на программу переводится английского языка то есть все то что выше ставки центробанка 6 процентов это можно смело называть высокодоходной инвестиционной программы то бишь хайп то бишь неважно куда вы инвестируете и криптовалюты цветные металлы в оружии женщин все есть это приносит больше чем 6 процентов с чем ставка центробанка это можно называть высокодоходной инвестиционной программы или по-английски хайон конверс программ то бишь хайп вот так это первый камень который хотел раздавить потому что кричат а у меня криптовалюта а не хайп какой-то а ты слухово ты слухово алицарь скажи когда тебя называют рифа вот обидно или нет а вот это второй вопрос на самом деле в том контексте как они называют конечно обидно но я говорю так ребята чем отличается рифа вот от наркодилера да фактически ничем а как становится наркодилером человек все прекрасно знают достаточно продать одну дозу вот а как становится рифа водам достаточно выложить свою риф ссылку где-нибудь в социальных сетях или дать и евро какому-то своему очень хорошему знакомому ли к хорошему родственнику поэтому если ты как хотя бы один раз просто даже выложил риф ссылку то ты уже становишься автоматически рифа водам или дилеру кому как удобнее называть вот и опять же разбивает от камень гранитные что а я не рифа вот я отдал ему ему и ему и это мои хорошие друзья мы не рифа вот и рифа вот я постоянно помогаем созваниваюсь но я не рифа вот не рифа вот вот так вот такой миф вот хочу сказать что на самом деле рифа вода это достаточно уважаемые люди те кто прежде всего занимается своей структурой есть обратной связи тратить на эту кучу ему времени ведет блоги постоянно постит какую-то информацию информационную куда нажать можно куда нажать нельзя куда зайти можно куда зайти нельзя не в плане проекта плане а в плане вообще чтобы не слить пароли не потерять конфиденциальность какую-то либо это на самом деле огромная трудовая работа практически как школьного учителя или профессора мгу вот вот так вот то есть это проводник ваш проводник в интернете вот я еще хочу сказать что 99 процентов успеха ваше участие в хайпах это правильный выбор вашего спонсора вот так алекс хотя хотел узнать вот поскольку ты у нас тут самый опытный можно сказать сфере инвестиций ветеран хотел чтобы ты сделал для наших слушателей обзор вот твоего 11-летнего опыта ведь рынок инвестиций менялся вот скажи пожалуйста как как было 11 лет назад и как это все постепенно андрей я скажу опять же я люблю всегда делать аллегории сравнения но вот раньше у нас было что у нас был google hangout у нас был ова продукт а сейчас у нас что какая-то bbs к мы друг друга не видим ничего нету но то же самое на рынке хайпов что раньше было все ништяк были интересные админы были интересные проекты было гораздо все дружнее а что у нас сейчас мы серы все всех нас раскидала судьба кто-то даже пользуется негативом кто-то на негативе даже и зарабатывает привет интернет с устрелом короче сейчас все стало гораздо хуже вот в таком плане что было 11 лет назад но 11 лет назад хайп индустрия она шла исключительно из-за рубежа это были азиатские так называемые площадки и европейские площадки да да именно франции например проекте которые давали 3-4 процента в сутки без выходных они могли работать полгода и да и причем там сайт дизайн сайта был примитивненький это был ггк golden кодус элементарный скриптик были две всего две платежки это liberty резерв и perfect money ничего другого не было ни адвы не было не паера не было с берем тогда еще никто не пользовался еще было вот и вот этими платежками все пользуюсь были обменники были в то в скайпе меня войскими нерази секью такой был такой мессенджер да да вот все было хорошо самый первый онлайн обменник появился 2010 году назывался е-обмен там товарищ один хороший сделал а потом после него вот эти сотни обменников которые вы видите этого ничего не было ребят ничего менялись и васьки и никаких гарантов не было все друг другу доверяли никто никого не кидал не было мошенников не было клонов вообще ничего такого не было то есть тогда вот как представьте вот десять тысяч лет назад вы пошли на охоту и и звери с рук кормятся называется вот так вот это было люди были не пуганы админы работали долго проекты были гораздо проще и было гораздо больше доверия не не было вообще никакого негатива и не было никакой зависти код и сейчас есть типа а он рифа вот он чужих деньгах чужой кровью зарабатывает вот он негодник такой вот такого ничего не было да и блогеров то не было я один из самых первых был первый сайт построил на юкозе такой сервис бесплатного хостинга есть вот второй человек который пришел со мной это дмитрий хатов советский союз он у меня научился но и уже тогда были тогда были так называемых hype мониторинге такие сайты которые работают без лица без живого участия человека и они просто размещали ту или иную информацию на своих ресурсах и очень редко отвечали ну как у нас принято отвечали в личке то есть туда в айске все общались очень трудно было до них достучаться чтобы с ними пообщаться но мне мне вот это в индустрии почему я здесь укрепился мне повезло с мониторингом это ему спасибо скажу это монхайп ребята монхайп я с ними подружился и задал несколько тех вопросов которые они стали судьбоносными то бишь я им задал вопрос но самый простой вопрос который задают сейчас люди новички куда лучше уложиться они мне ответили так мы не имеем права тебе говорит куда лучше ложиться потому что мы должны занимать нейтральную позицию по всем проекту хорошо я сказал второй вопрос а куда больше всего людей сейчас идет и они мне выдали два проекта даже три и вот эти три я сделал ставки и они все эти три проработали по полгода результат у меня был ашима шиломоляющий я был в конкретном шоке на самом деле от результата вот тогда был первый народный проект тот вот здесь этот андрей помнишь от дэлстон вот до дэлстона был такая тема как центр дивидендов тоже много живого общения живые лица созвоны и так далее так далее вот тогда вот я себя и проявил центре дивидендов вот так ну а вот скажи пожалуйста наверняка у каждого кто приходит в инвестиции бывает такой период что мы как новички приходим мы вначале верим в легенды вот у тебя был момент что ты тоже инвестировал и думал что это все реально я души наверно да и совершенно наверное начали я стопроцентно верил легенды но так как я первый свой денежный финансовый опыт получил девяностые это проника это хопер это сбербанк который заморозил вклады то бишь как бы мы всему этому верим но может быть и третья сила который может эту так называемую легенду и деятельность обратить подвергнуть не обратимой силе результате даже если 10 раз и пообещали вы это можете не получить поэтому здесь я включил страх девяностых и включил схему 30 на 7 из которой но некоторые люди наверняка наслышаны то есть процентов на вывод 30 на реинвест благодаря этой схеме я очень хорошо тогда оторвался и понял что работа на дядю это уже пора что-то с этим делать алекс а у тебя какое образование где-то учился на земле высшее образование казанский авиационный институт к и пуп земли радиотехнический факультет связь военная кафедра связь где работал после этого я работал с админом где только не работал в банке работал тот вам банк такая штука была потом работал такая вот торговая сеть в казани было евро каскад она сейчас есть там я им бухгалтерские программы ставил склад настраивал продажи настраивал накладные все с нуля фактически все сделал татары они зарплаты высокие не любят кроме себя поэтому приходилось менять короче банки тоже не любят то есть смотри ты начал инвестировать по сути совмещая с основной работой у тебя был да 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 именно тогда через какое время уже ну ты увидел что достаточно нормально зарабатывать чтобы уйти с наемной работы мне на это понадобился год чтобы свыкнуться что можно было выйти с работы это если бы нехороший пинок от начальства и наверное бы еще тянул бы раньше я подходил ко всему с душой и к работе тоже с душой но когда я увидел что работа не дает того обратного так называемого финансового эффекта то интерес по душе перешел уже в хайп то есть писать обзоры общаться с людьми больше даже на работе созвониться по skype и так далее то это было считалось нормально я ходил с ноутбуком как с большим сотовым телефоном то есть я его сгибал вокруг головы и ходил общался но смеялись кто крутой алекс там сотовый телефон короче ну и все а потом нами ко мне началось подошел алекс а мы не видим того огонька который был раньше в тебе то есть тот маленький цветочек растворился кончил ахаха а ленький цветочек вот это будь добр возьми вон ту беленькую бумажечку и эту маленькую ручку и напиши на маленькое предложение по собственному желанию так по миру короче я это все сделал вначале было конечно ломка как у той собаки у которой обрезали цепи от конуры и выставили вон там выплату получил там выплату получил там выплату получил обменял на рубли искать снял в карты ничего не все и так началась свободная блогерская деятельность а через месяц я уже сел в поезд и поехал на алтай как свободный человек никогда отпуска когда когда сам захотел называется ну так алекс слушай но ты вот уже где 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 грубо говоря 11 лет а уже занимаешься то есть блогер на тебя так вот узнают где-нибудь да да где в калинку сошел куда-то вот неизвестно на себя а ты не алекс рантею ты такой я как-то 2015 год когда он самый стал наш не будем про политику я зашел севастополь в магазин винный и там маленькие девочки молоденький красивый да ладно у него срочно автограф надо взять а я говорю откуда а вот вы там в трену в четырнадцатом году там проекте такой у нас был такой украинский бы там это вот а в поддержке работали а вы там с нами там это там то все то вот в калининграде меня узнавали причем я так понял не инвесторы ну видать это потому что я же виду два блога один инвестиционный другой travel blog да у меня кстати просмотров гораздо больше чем по хайпом ну например обзор доминиканы короче или обзор ладе этого вот кто делал обзор дома деду последний раз вот я сделал и он на пятнадцать тысяч просмотров алекс слушай ты был где-нибудь какой-нибудь сетевухе с продуктом вот где надо там ну и рамку дальше такая тяжелая жесткая работа на земле у меня есть но не буду говорить что был есть друг который у меня был друг который там был я к нему приезжал гости и мне хватило его рассказы а в какой компании он был эти бутылочки баночки короче это и мы не запоминать вот но но второй проект который тоже был этот называется и отлично его помню это череповец стали с пенсионный фонд ну то есть финансовая пирамида с пенсионными контрактами которые там когда-нибудь заплатят там кое-что там заплатить написать там заявление там и там глубокая ревка такая типом от маточного типа и но сложная схема короче вот это надо было продавать эти контракты пенсионерам то есть ходить по квартиру и ходи продавать настолько жесть работа была но кого-то получалось кого-то нет но 99 процентов там сгорала людей просто-напросто и и самый главный мешутка этого дела он у меня телеги он сейчас со мной в рай клубе параллельных ветках мы с ним общаясь от человек с алтая с горного так ты казалось бы нафига это ему надо нет вот здесь получается что него этот пенсионный фонд скоманул или что-то там поменялось что он он там занимался высокий пост у него там доход уже тогда в полтора яма это 2011 год вот так то есть еще в одиннадцатом году такие деньги а сейчас сидеть в рай клубе я считаю это нелогично обладать или поскольку компании уже управлять какими-то компаниями да 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 вот и об этом значит что-то скамануло это говорю вот и опять же хочу сделать упор на то что там говорят а у вас кайпа не скамится короче так я хочу сказать все скамится ребят умоляю юка скамится транс аэро скамится и вот пенсионные фонды что-то с ними случается все скамится только вопрос лишь как и по какой схеме вот просто в хайпах можно получить достаточно хороший шанс и выйти в плюс чего нету в низко процентах компания где надо годами ждать когда в наконец-то построить там эту замечательную струнную дорогу алекс 30 лет 30 лет назад даже страна под названием ссср соска милось кто не в курсе про как пора которую мы 70 лет пели что союз нерушимый да 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 вот и про это имею ввиду но просто люди опять же 4 камень гранит на что люди хотят опять же создать миф что это хорошо это плохо на самом деле плохо на плохо уже любят самопонимание людей что люди они сами себе создают проблему создают своего каддафи в этого каддафи плюют а на самом деле это каддафи хотел сделать людям то лучше по сути такой вот поэтому хайп от хайпа создаются не того что кто-то жадный кто-то не жадные хайпа создаются на рынок что люди хотят получить эти проекты вот для них это создают и так что если бы никому никому не были не нужны то бы они бы и не создавались в этом плане плане так ну дальше да прочитаем комментарии чего что у нас здесь пишут так так привет алекс привет огонь трансляция наконец все любимые инвесторы собрались юрий пишет спасибо посмотрим постараемся не подвести так слышно 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 видно видно только дэна ну правильно я тут двигаюсь а алекс у нас в виде фотографии но слышно у нас все так всем приветик всем привет здорово мужики что с кризисом что с рашей будет виталий федоров задает нам такой вопрос кстати о чем думать это вот по ситуации которая сейчас на сложилось какие мысли но моё моё мнение таково что здесь очень высокая политика и тут не для моих мозгов это все сделано то есть все специально это подстроено специально и здесь вот вы спасутся те у кого достаточно хорошая диверсификация даже не горизонтального уровня вертикального то бишь не только в разные проекты но еще и в разном направлении ну я да на самом деле но мне кажется что вот что броску происходит на самом по на самом деле мы об этом ближайши ближайшие в ближайшее время точно не узнаю ближайшие десятилетия вот мне так манере и мне это кажется потому что все может быть и даже вот вариант с тем что это действительно вы изначально все подготовили потому что видели что будет действительно финансовая система рухнет просто ну реально приходит просто кризис, жесткий кризис, и чем-то его надо оправдать, и чем его можно оправдать, давайте запустим то, что мы сейчас запустили. Ну, грубо говоря, и такое тоже может быть, я об этом не утверждаю, но все может быть, и нам, простым смертным, об этом, я думаю, не узнать. А то, как вот сейчас повлияло, если честно, я сидел и думал, да какая разница, ну да, рынки эти упали, какая разница, крипта же на месте, я так думал. Но сейчас я вижу, что и крипта тоже подверглась хаосу и такому дампу, поэтому, ну что, не знаю, посмотрим, что будет дальше, но я очень стараюсь не сдаваться. Добавлю сюда, я в пятнадцатом году читал лекции «Простые истины», где опять пытался раздавить эти гранитные постулаты, создавшиеся, то есть, что хайпы плохо, там хорошо, пирамиды плохо или хорошо. Я сказал тогда, что все держится у нас на товаре. То есть, даже не просто товаре, даже не на айфонах или автомобилях, которые тоже являются элементом финансовой пирамиды, а на том товаре, который называется «Гвозди», «Патроны», «Пшеница», «Гречка», «Туалетная бумага», «Доски», «Одежда» – вот на этом всем держится. Вот у кого есть эти товары, тот и админ, короче. То есть, банально, как это проверяется. Вот представьте, что вас выкинули на необитаемый остров. Вот что вам там понадобится в первую очередь, в первые две-три недели. И вот то, что вы на бумаге напишите. Это, конечно же, будет ни золото, ни крипта, ни призм, ни рубли, ни доллары. А вот, как сказать, куча туалетной бумаги, тушенки, досок, лекарства. И вот это и есть та самая валюта, которая не является финансовой пирамидой. Вы даже iPhone туда не впишите. Вот такую лекцию прочитал, что нужно понимать, что деньги – это пирамида, которая в любой момент может оказаться ненужной. Что мы сейчас видим? Рубль у нас 85 рублей уже стал. Если вам через обменники смотреть, а нефть она стоила сколько? Ну, 27 рублей 10 лет назад или 20 лет назад. Ну, есть такая картинка, что 20 лет назад он стоил… Да, что 20 лет назад она стоила 27, а доллар был 20. А сейчас 27, а доллар 80. И где не пирамида? Ну, нефть – это товар, который нужный всему человечеству. То есть это не пирамида, а пирамида, получается, бумага нарезная, банковская. Ну да. Вот Маришка Адвес пишет. Дэн, Алекс, привет, отдельный Таганрог с вами. Спасибо, Маришка. Роман, привет, Роман. Алекс, ты перестал путешествовать по России? Вопросы задают. Да, перестал из-за коронавируса. Алекс, вот, кстати, ты много раз ездил на Алтай, а дальше на Восток ездил, а то Дэн у нас во Владивостоке живет. Я в прошлом году дважды был во Владивостоке. Ух ты. Дважды, да. Был в Находке и дальше Алтая ездил. Там мы на машине гоняли в Тыва, такая республика есть, в Тыву. Потом отдельно я ездил в Бурятию, Улан-Удэ, туда. Несколько раз. И был у того самого Итыгилова, который 80 лет под землей пролежал, его достали. Вот прямо у него был в храме. Это был специальный такой тур. Тур частный специальный. Очень крутой. Слушай, Алекс, ну а как тебя вообще? Ты путешествуешь? Тебя везде где-то встречают какие-то твои знакомые. А вот это так называемые. Ты просто тух и поехал. Как тебя? На самом деле это большая религия. Это туризм, инвестиционный туризм я называю. Поэтому я стараюсь выбирать те компании, в которых есть участники со всех регионов России. И опять же всеми нелюбимый Кэшбри, который позволил заработать больше всех. У меня был так называемый Кэшбри туризм. Я приехал туда. Здесь меня рады встретить. Туда, сюда, сюда. И я катался фактически во Владивосток и Калининград посетил дважды. То есть вот такой перелет у меня был с самой крайней точки России до самой крайней точки России. Везде меня встречали инвесторы Кэшбри. Везде читал лекции. Везде общались. Потом частный туризм был по местам боевой славы, так называемый регион. Очень интересно. Конечно, встречали. Сейчас, конечно, такого нет. Я в поисках или самосоздании такой компании, чтобы была какая-то крупная компания, в которой есть инвесторы по всей стране. Это было бы здорово. Ты садишься в самолет, ты прилетаешь туда, тебя встречают. Пусть даже это не твои партнеры, не твои рефералы. Просто нас объединяет один интерес вот этой компании. Ну, в качестве исключения это блогерский туризм. То есть у нас есть старая традиция. Вот инвесторская филка, 100 страйпер, блогеры тоже старой школы. Мы собираемся все у копилки на даче и там общаемся точно так же, как с вами сейчас. Вот было недавнее видео, мы сняли на троих. Маска 2, так называемый. Там как раз обсудили новые тренды инвестиций, выкладывал его. Вот такая форма встречи. А вообще блогерские слеты я придумал в 2015 году, когда мы пять человек полетели в Турцию на свои деньги сами. Там потустили очень весело, красиво. Понял. Алик, слушай, ты 11 лет уже, как говорится, в заработке в интернете. Вместе с тобой наверняка тоже появлялись какие-то блогеры, которые также вели какие-то свои, не знаю, там блоги, каналы, странички какие-то. И сколько людей из… давай так, несколько… давай, сколько осталось людей из того вот… ну за вот этот период времени, которые до сих пор остались и до сих пор не занимаются именно вот этим. Никто не ушел. Именно их плохо. На самом деле вот из тех людей осталось… у… Я лично, я знаю двоих, с кем я поддерживаю общение открытое двоих. Это… Алло. Ага. Это Дмитрий Хатов и Нескопилка. Т.е. люди публично открыты, я не буду никакого негатива говорить или скрывать. А все остальные люди, которых я знаю, они пришли уже в тринадцатом, четырнадцатом году, в пятнадцатом году. С Астраберта пятнадцатый год уже был. То есть уже не с самого начала. А сколько людей вот ушли? Все-таки начали, потом пробовали, у них что-то не получилось, они такие, все, ухожу, мне интересно. Интересно. Очень много. Очень, очень много, блин, их не пересчитать. Даже не вспомнить. Аликс, а были такие, которые… Вот он действительно успешный, у него был какой-то результат, и он потом плюнул и просто ушел? Были такие ли? Есть такая сказка. Али Баба и сорок разбойников. Вот. Ну, сорок разбойников здесь ни при чем. Ну, скажем так, Али Баба и сорок админов, короче. Вот. А вот я Али Баба, я пришел, 70% забрал, 30% реинвестировал. А у Али Бабы был брат. Ну, по-русски ученик, ученик. То есть, у меня были ученики-блогеры, на самом деле, это реальная история. Я их обучил Симу, я приезжал к ним в Казань, это братья Наиль и Раиль. Обучился ему полностью. Они еще купили курсы по продвижению, по хэштегам и так далее, там, и все, молодцы. Они у меня учились, но они оказались братьями Али Бабы, им показалось мало, и они решили перейти на тёмную страну силы, стать админами. И они это делали тоже хитро по-татарски. Они выпускали хайпы тогда, когда я был на Алтае. То есть, чтоб бабка их не мог поругать. А-а-а. Понял. Это быстро скамы какие-то, что ли, вы? Да, 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 да. Честно, собрали бабки и все, и до свидания. Ну, да, помешутили, покричали и все. Ну, что типа, слили еще там, еще что-то, мы сейчас разморозим или что-то заморозили там. Вот так. Ну, и вот в итоге они сделали два очень громких скама и пропали оба. Понял. Слушай, Алекс, здесь вот комментарий пишется, чисто из-за пельменей дизлайк. Почему у тебя пельмени? Я знаю, что у тебя пельмени. Это, на самом деле, это старый, ой, не старый, я скажу, это, как сказать, бренд, так называемый. Когда у меня был, когда я вошел в один проект, он назывался веб-трансфер, 2015 год, январь 2015 года, я получил первую выплату 60 долларов. Ну, как можно пропиарить выплату в 60 долларов? Ну, как американцы пиарят сейчас в 60 долларов? Покупают кучу туалетной бумаги, короче. А я решил купить пачку пельменей, купить банку сметаны, это все размешать, съесть. Потому что пельмени – это сибирская еда. Сибирь у нас занимает две трети территории Российской Федерации. Соответственно, это пища, она… То есть, это не алкоголь, который не все предпочитают видеть на видео. Это не является какой-то ерундой, там, не русской, там, типа, суши, короче. А пельмени – русская пища, короче. И все. И это зашло. Зашло так, что я сам и ждал. Ты записал, Алекс, ты записал, получается, ролик, как ты это все купил, сварил и съел. Или как это было? Ну, да. Я записал результат. Вот тарелка пельменей, говорю, вот я получил выплату 60 долларов и купил на них пельмени. Вот. То есть, выплаты принято показывать скринами, а я показываю видео. Вот то, что выплату пельмени. Все. Ну, да. Съел их. И вот я ем за вас, ваш профит. Такой ритуал получился. Пельменное видео пошло. И после этого тебе прилипло, короче, пельмень, да? Да, да. Ясно. И это вошло гораздо дальше, чем я ожидал. Ну, зашло, видишь как. Так, всем привет, привет. Алекс, а как долгосрочные инвестиции, мнение твое, пишет Александр Афанасьев. Я предполагаю, что это имеется в виду краудфандинг, краудинвестинг. То есть, ну, понял, да, о чем речь идет? Ну, я никак к этому не отношусь, потому что я предпочитаю те инвестиции, в которых есть четкая таблица, где написано, когда я получу выплату, когда я выйду в безубыток, на что я могу рассчитывать. То есть, я человек небольшой, а человек маленький, я предпочитаю, ну, как вот на зарплату. Вот человек идет, он знает конкретно, когда и чего. Почему так? Потому что тот дяденька, который его зовут ЖКХ, и тот дяденька, который зовут продуктовый магазин, он не будет смотреть, когда у тебя краудинвестинг выстрелит. Их будут заплатить всегда. Понятно. Вот. И пока есть эти проекты, которые платят табличным методом. Большое им спасибо этим людям, которые их создают. Я пользуюсь этими услугами. Более-менее, так сказать, тьфу-тьфу-тьфу, жить можно. Алекс, за эти 11 лет какие проекты оказались самыми долгоживущими? Я бы лучше сказал самыми успешными, самыми громкими, известными. Первый проект – это «Центр дивидендов» 2009 год. Он 3 года проработал, там было 10% в месяц. Следующий проект сразу же после «Гаммы» – это был ММСИС. 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 ММСИС Групп. Они с 2013 по 2015. Конец 2014 года. FX Trend параллельно с ними очень тоже хорошо прогремел с его дочкой Pantheon Finance. Тоже молодцы. Даже несмотря на то, что это Украина. Потом скажу, что после них был Helix. Хоть и на Россию Helix не зашел, но я там тоже участвовал. Тоже в плюс вышел. Без рефов, кстати. Вообще. Во всех вышеназванных проектах я везде без рефов уже X и сделал. Просто я вынимал вовремя. Не кормил жабы жадно. Вот так. Ну, а с рефами, конечно же, считаю, что это зарплата блогера так называемая. Вот, кстати, Алекс, ты важный момент затронул. Вот, я так понимаю, здесь очень важно контролировать вот именно жадность. Правильно ты говоришь. Потому что, когда жадность включается, всегда есть желание реинвестировать, да, побольше вкладывать и так далее. Вот, как тебе удалось себе выработать, ну, скажем… Ну, вот, я в начале этого интервью говорил, что я пришел из 90-х, где я терял хапре, вроники. И уже я просто пришел, так называем, как на рыбалку. Закинул удочку, выдернул, забрал с собой и ушел. Вот и все. То есть, не реинвестировал. Но я честно скажу, что в 2009 году у меня было страшное фиаско. Я тогда по своей схеме… То есть, моя схема 70 на 30, ее никто не знал, никто ей не пользовался. Я был единственным вообще на рынке хитранером, кто выносил кассы хайпа вообще. единственным на самом деле. И мне казалось, что я бог. И обо мне узнали сетевики те, которые называют шутками VUKE, то есть, прошаренные сетевики. И они стали мне предлагать разные проекты, естественно, там, с VIP-условиями различными, там, со связью непосредственно, типа, с директором и так далее. Ну, и размягчили мое доверие, что это будет не так, как раньше, это будет все супер, я верился. И меня развели на крупную сумму денег. Фактически весь профит, который я выиграл, я его проиграл. Вот. И тогда у меня тогда первый удар по легенде, по всему. И тогда это вообще страшно было. Страшный стресс был тогда. То есть, те люди, с которыми ты общаешься каждый день, созваниваешься каждый день, чуть ли не историю жизни рассказываешь, там, в сердцах, там, в душах, они тебе завтра кидают. Вот эти вот в мешутке сетевики, это еще женщина была. Угу. Угу. Ну, пересидеть надо, переждать. Ну, то же самое и Кэшбери был, тоже надо было переждать, а я тоже не вытерпел его в этот, в ИРА, депнул. Да, да, да. Я помню. Да, да, да. Денис помню. Да, он созвонился. Вообще, понимаешь, причем еще фишка была в том, что изначально я всем говорю, ребята, быстренько зашли, захитранили, вышли. Все, на один круг у них там тариф интересный. Когда я, ну, а потом на меня уже вышел сам этот, как его, забыл админ, как его там звали. Короче, он мне позвонил, там, все, у нас все будет супер, у нас все классно, мы вообще, мы нарушим все стереотипы хайпроектов. То есть, там, вплоть до того, что приезжай к нам в офис, все снимешь, это снимешь. И я, короче, тоже на эту тему щелк такой, думаю, нифига, я туда тоже бабла потом еще больше запулил. Ну, в итоге, короче, вот, вышло то, что вышло. Поэтому я сейчас, вот, после этого я сказал, что, блин, вообще, вот хоть что, я буду относиться к хайпроекту. Ну, да. Все. Лех, у нас… У нас… Блин, я был прав, вы реальная компания. Да, у нас, у нас с Дэном много подписчиков из квестри, а в квестри ты участвовал? Да, чисто на пассиве, я там вышел в тройной плюс, то есть, год у меня там тариф отработал. Я, ну, да, тупо вынимал начисления и ничего не реинвестировал. А почему я так делал? Потому что у меня уже новая схема инвестиций работала. То есть, я реинвестирую, усиливаюсь только в тех проектах, чтобы поддержать команду, где у меня начинает расти структура. То есть, если структура не растет, я… Ну, есть и есть, нет и нет проекта. Вот так вот. На самом деле, я работаю примерно по такому же принципу. То есть, я записываю обзор один, допустим, я завел какую-то сумму. Ну, записал один обзор, второй, третий, четвертый. Смотрю, люди не реагируют, ну, люди не реагируют, им это неинтересно. Все, я просто перестаю на него писать. Просто увожу туда прибыль, показываю, есть прибыль или нет. Платит проект, платит. И все. То есть, я вот так вот. Ну… Иногда бывает, записываешь ролик на кой-нибудь проект, думаешь, а сюда люди не пойдут. Думаешь, ну, прям заведу там, не знаю, 500-1000 долларов, прокручу там и все. А люди полетели. То есть, людям стало интересно. Людям тема зашла. И ты прям даже не знаешь, на самом деле, а что зайдет, а что не зайдет. Потому что иногда думаешь, блин, ну вот классный проект, почему сюда не это самое. Записываешь один, второй, третий ролик, ничего не интересно. Ну, блин. Поэтому здесь вот… В чем, кстати, еще фишка? То, что нам, блогерам, нам не надо работать с возражениями. Мы просто дали информацию, люди посмотрели. Если какие-то вопросы возникают, он сам напишет, обратится. Лех, а вот ты сказал, что в Квестру своими деньгами в основном работал. Ты ее не продвигал принципиально? Что-то тебе не понравилось или в чем причина? Я… Ну, во-первых, это был украинский проект, а тогда война началась. И сразу… У меня-то подписная база российская, поэтому в Украине сразу негатив. То есть проект украинский – ага, негатив. Все. Я, конечно, его… Я ее обзор писал и все описал. Ну, просто люди не пошли и все. Ну, не пошли. А что, силы, что ли, тащить будут? Что, дурак, что ли? Все. Ну, и нет, и нет. Потом мы просто его дохитранировали и все. Но ошибка в Квестру была в том, две ошибки они допустили. То, что, во-первых, это евро и проект был. А у нас евро – это как… ну, совсем деньги воспринималось. А вот если вечно зеленый и вечно свеженький, как огуречек будет, то да. Ага. Ну, или хотя бы рублик. Ага. Но не евро. Вот. Это первая ошибка. Вторая ошибка – то, что кабинам была очень сложной. То есть перестарались ребята, то есть они готовили ее к программисту, но нисколько не сеошники. Ага. Или не оптимизаторы, правильно так сказать. Как они профессионалы… Слушай, Алекс, смотри, сейчас стартанул Антарес. Я там тоже зареган. В смысле, я все думаю, заходить или не заходить. Но вот ты… Вот смотри, в Антарес, допустим. Ты зашел туда или зайдешь? Нет. На пассив? Нет. Нет. Меня никто туда не… Ну, во-первых, там сразу пошла неправильная легенда, что якобы это админы Кэшбери. А я сказал так. А я сказал так, как Чингисхан. Когда Кэшбери стартовала, мне админы Кэшбери позвонили до старта. И пригласили. Когда стартанул Антарес, мне Логинов не позвонил. Вот. Я буду ждать, когда по этой реке проплывет Логинов. Да. Понятно. Или у нас проекты кончились? Я на самом деле в раздумье, заходить или нет. Потому что, ну, по факту, у них сейчас там депозит, по-моему, до 1000 долларов. То есть это говорит о том, что они не хотят сразу закидона. Да, это хорошо. Ну, блин, там бинар. Бинар всегда нагружает выплаты. Вот. Следующее. Там прием денег идет в биткоинах. А чтобы быть народным проектом, это надо как минимум рублями, долларами, электронными платежными системами и картами принимать. Потому что карты, вот карты, они всегда заходят. А здесь этого нет. Ну, мое мнение такое, что здесь, здесь, так как мне никто не ответил, кто все-таки на самом деле админ, и не показали админу. У меня такое мнение здесь, что здесь поработали раскольники. Раскольники, участвовавшие в Кэшбуре. Был проект такой FX-трейдинг. Был такой, якобы корейский. А слушай, FX- второй, который он быстро скоманул? Ну да. Быстрее, да. ДБУ даже успели доехать. Да. Не зря. И тарифная политика была взята как раз FX-трейдинга, особенно вот до 2% в сутки. Ну, тут без гадалок, тут фактически, я считаю, что был подгон сделан для якутов. Ну, это мое субъективное мнение, потому что якуты 2% они не пропустят. А ты говоришь FX-трейдинг якобы Корея, а по твоей информации откуда там ноги реально росли? Этого я не скажу. Не то, что не скажу, что знаю, а скажу, что не знаю. Ну, я хочу скажу, что это не 2009 год, когда проекты реально делались в Португалии, в Испании. У меня был на скайпе один админ, который был с Испанией. Мы с ним общались. Настоящий испанец не такой, который переезд же бывший там наш эмигрант. Настоящий, прям чистокровный. А здесь инфа пошла. FX-трейдинг я узнал от якутов. Потом пошло оно как-то там другими путями. Тут Корея такая. Наглубости, короче. Урисованная Корея. Ну, Алекс, ты же знаешь, что админы могут нанимать актеров, как в той же квестере просто. Да. Конечно, конечно. Конечно. На Крещатике позвали всех китайцев. Да. Да, и флажки по 200 гривен. Красочно. Хотелось бы услышать обсуждение ситуации с B2B и Jevory House. А какая там ситуация? Ну, по B2B я сегодня записал ролик. Jevory House сегодня показал выплату. Ну, все пришло. Я не знаю, что там. Ну, у B2B там идут задержки. Ну, приглашать нельзя. А если дают возможность вывести, выводите. Сегодня, кстати, у меня коллега один, мой партнер есть. И он записал ролик. Но он очень эмоционально это все записал. Я прям смеялся. Ну, реально. Видео в огонь получилось. Ребята многие увидели. Ему пришлось удалить это видео. Ну, связали, связали. Ну, я и так делать нельзя. Кстати, по заголовкам, извини, что перебиваю, по заголовкам это старая больная тема. То есть нельзя, мое мнение, как вот человека бывалого, я не скажу, что я опытный, не скажу ни в коем случае. Скажу бывалый. Скажу, что нельзя делать заголовки на видео, где используются негативные слова. То есть скам, закрылся, не платят. Этого нельзя делать. То есть это больше, так сказать, не то что эмоциональное, а как вот это не делай плохого, не сделай плохого про тебя. Я скажу так, что сегодня ты сделал видео с названием скам и картинку скам поставил, а завтра про тебя сделаю точно такое же видео, что ты скам и картинку скам поставил. Вот. А почему так? Это даже не месть будет, а это будет урок для ваших учеников, которые учатся у вас продвигаться. Просто они будут гораздо умнее, чем вы, и они используют это для того, чтобы, ну, приподняться над вами и уже сделать более кучерявее, более круче. Вот. К чему я начал это всего? К тому, что в начале разговора я 2009 год говорил, что был лес непуганных людей. Не было ни негатива, ни малым шустрил, ни каких-то компроматов, ни наездов, ни вообще ничего, ни пельменей и так далее. Да, да, потому что никто не догадывался заниматься пиаром на черном пиаре. Не было этого вообще, ребят. Вот. Ну, один создал видос скам, другой создал видос скам, а кто-то догадался, давай-ка я буду делать видосы скам, а потом с админов просить деньги, чтобы этот видос удалить. А вот он говорит, а зачем я буду с админов просить, я могу с блогеров это делать специально так, могу с кого угодно это делать. А мало? Так я сейчас досье соберу, фоток насобираю, там еще там это выложу. Ну, вот так вот. Сейчас это бизнес большой. Вот MLM шустрил этим занимается, это открыто говорю. Ага. Лех, кстати, поскольку ты у нас ветеран, когда ты впервые услышал про биткоины и когда у тебя появились первые битки? Так, был 2014 год, когда осень, тогда открылся проект облачного майнинга, то есть легенда, чувак купил кучу асиков, эти асики фотографировал, на YouTube выкладывал с бумажечками название проекта. Ага. Оказалось все правдоподобно, все ништяк. Ага. Вот, действительно все очень правдоподобно, сейчас так редко кто делает админусы слабаки. Принимал он только в WebMoney, платежка такая есть, которая не любит, не любит хайпа. Да, да, да. То есть очень все чисто было. Ну и в битках, ну то есть ты арендуешь какой-то процент от мощности, тебе падает выплата. Выплата падала в Dogecoin. В Dogecoin можно было скачать монитор, майнер скачать, можно было все. Можно было майнер ставить на свободные компы. У меня три ноутбука было тогда, я на трех ноутбуках Майнер, извини, это программа какая-то для майнинга, да? Да, программа. Да, 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 да. Вот, и все это крутилось, свертелось. А чтобы скорость майнинга увеличивалась, тебе предлагали депнуть. То есть чем больше деп, тем выше процент майнинга. Ну, это Cointellect проект, проект назывался. Cointellect. Вот, и тогда пошли первые витки, там ревка, и там народ туда пер дуром вообще. Я такого никогда не видел. Несколько сотен регистраций в сутки. Ага. Но, услышал ты про биткоины, наверное, раньше, да? Раньше, да, раньше. Как ты вообще к крипте отнесся в начале? Ну, я, то есть биток появился в 2009 году вообще, я в интернете это с 97-го, я читал уже разные статьи. Раньше битка не было, но были распределительные вычисления. То есть такое понятие раньше было до крипты, это распределенные вычисления, то есть когда несколько компов по всему миру объединяется в некую виртуальную сеть и мощность своего процессора передают одному человеку. И этот человек начинает делать какие-то распределенные вычисления. Ну, например, там рассчитать молекулу ДНК, короче. Ну, да. Вот такая вещь. И после этого вот появился, появился вот идея битка с нодами и так далее, то, что мы видим сейчас. Тогда это был один форум там, биткоин-талк. Ну, и тогда я все это ассоциировал с распределенными вычислениями, и тогда не было обменников как таковых, как есть сейчас. Ничего не было такого. И я просто не стал заморачиваться, думаю, зачем мне покупать деньги, когда у меня есть деньги, короче. Вот все. Ну, вырос, да. Как назывался проект, где был жесткий кидок? Все проекты. Сбербанк. Сбербанк, 99-го года. Алекс, это, наверное, имеет в виду вот то, что ты рассказал в 2009 году именно, где ты туда всю прибыль запулил. А, это Panamaforex.com. Судя по названию, они явно утверждали, что работают на Форекс. Да. Тогда мы все верили, да. Тогда мы все верили. Ну, на самом деле, ребят, скажу, что у меня был проект на практике, он назывался eforex.su. Там ребята, на самом деле, я не вру, серьезно торговали на своих счетах. Я к ним в Улан-Удэ приезжал, они мне показывали свои компы, свои вот эти торговые терминалы. Там у них Insta, Alpari, Incent и еще другие брокеры были. И на всех именно не демо-счета были, не демо, а настоящие. Там на одном 500 тысяч долларов, на другом полтора миллиона, на другом миллион. Там много мониторов было, и на каждом мониторе разные окошечки еще вот этих вот счетов. Они придумали такую схему, что они зарегали white label, а под white label открыли кучу торговых аккаунтов. И рубили репку со спреда. А роботов настроили на слабую волатильность и не в плюс, и не в минус. И доход была репкой с этих же счетов. А деньги инвесторов они использовали в качестве пула, чтобы создать эту волатильность. То есть майнили репку, как в этом называется, как в призм большим пулом. Через white label. Это самый высокий уровень репки на форекс-брокере. Как они это договорились, не знаю. Но мне это все они показали. Действительно торговали. А скоманули они не потому, что у их, так называемого, тот, кто за ними всеми это все смотрел, по-русски смотрящий, ну просто не выдержало сердце. В смысле, а что денег слишком много или что? Да, да, да. Слишком много денег проходит мимо носа. Как же так? Крышу снесло это называется, да? Да, 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 да. Поэтому говорить хайп не хайп, там плохо-неплохо, все определяется лишь той суммой, которая снесет крышу. И здесь человеческий фактор называется. Да, да. Так, смотрите, вопрос еще. Кстати, вот сейчас три блогера достаточно грамотных. Что вы скажете за будущее призм и будет ли оно вообще? К ванге. Коротко, да? Три ванги собрались, да. Говорить про какую-то конкретную монету, так вот субъективно, опять же, кидать негатив я не вижу не то что смысла, а разумности в этом. То есть, у меня свой взгляд на призм, у вас свой взгляд на призм. Ну, как-то открыто, огульно это высказывать. Я не считаю это правильным, потому что у меня уже есть негативный. Дэн, ты, кстати, в курсе этого, что я высказал одному человеку в личке свою точку зрения и из этого использовали, сделали черный пиар, который по мне очень жестко ударил. – Я видел. – Вот такой. Поэтому я не хочу открыто говорить по этой монете. Одно лишь скажу, что эта монета настолько частная, настолько закрытая в кавычках в определенных кругах людей, что если что-то скажешь не так, кому-то не понравится, ничего хорошего этого не будет. Можно я эту монету назову СНГ. СНГ-монетка, просто СНГ-монета, не мировая валюта, а именно СНГ-монета. На Форесте это принято называть кухня. – Ну, я не продаю призм, пока сижу, но начинаю рассматривать другие инструменты. Потому что либо продавать я не собираюсь, потому что, во-первых, жалко. Во-вторых, я все-таки надеюсь, что, может быть, не сразу, но все-таки нормализуется ситуация. Потому что то, что сейчас происходит, конечно, хаос полный. Я надеюсь, что там что-нибудь выйдет с этого. Но сейчас тоже начинаю рассматривать другие инструменты, для того, чтобы не зависеть от одного инструмента. Допустим, я просто до этого зависел полностью от криптовалюты. И, как вы видели, что с рынком случилось. И крипту сейчас продавать по тому курсу, который есть, я не имею в виду даже призма, и биток, и эфир, и вообще всю криптовалюту в целом. Но я считаю, что, наверное, неправильно. Поэтому надо сейчас дополнительно искать еще дополнительные какие-то источники дохода, которые бы не зависели от, ну, не знаю, от курса криптовалюты, грубо говоря, от ситуации с ней. Поэтому буду дополнительно рассматривать. Сейчас, кстати, Алекс, ты знаешь, да, что много сейчас появилось конкурентов у призм? Да. Вот это одна из причин, почему курс падает. Кроме той причины, что, грубо говоря, год назад было монет в 3-4 раза меньше, а сейчас их стало в 3-4 раза больше. А людей в 3-4 раза больше готовых откупить этот парамайнинг не стало чуть-чуть. Вот. И плюс конкуренция возникла. Это, кстати, я писал на блоге такой материальчик, недавно свежий, так называл «Коронавирусы призм», где я под коронавирусом понимал весь негатив, который распространяется внутри призм между участниками тех или иных пулов, которые пытаются пропиарить себя лишь бы на костях другого пула. Не, ну это понятно, это обычная конкуренция, и к этому всегда надо быть готовым. И какой бы ты крутой продукт придумал сам самостоятельно, всегда найдутся люди. Если твой продукт действительно набрал популярность, то все хотят прокатиться на популярности какого-либо продукта. В принципе, для нас, для потребителей это, с одной стороны, хорошо, потому что именно в конкуренции рождается что-то более интересное. Представьте, допустим, сейчас была бы сотовая связь от одного единственного оператора на всю Россию. И он бы сам диктовал все условия, правила и цены. Когда таких, грубо говоря, конкурентов больше становится, то это становится лучше. Лучше вообще для индустрии, но хуже, наверное, для одной компании. Я не говорю, но я в любом случае, я понимаю, что сейчас будут люди присматривать. Я буду смотреть то, куда пойдут люди. Потому что в любом случае, где будут люди, там будет любая монета, любой проект, он сейчас борется за людей, за аудиторию. Вот где будет аудитория, там, соответственно, и будет какой-то успех, какой-то развитие. Мое мнение такое, поэтому я сейчас скупаю несколько вариантов монеты, какая из них уже стреляет там. Ну, там только время покажут, где наберется все-таки аудитория. Ну, мое мнение такое. Но с призм я не ухожу, у меня там есть монеты, они мне пара майнятся регулярно. Но я не продаю по тому курсу, который сейчас есть. А раньше я просто часть, там, с пара сливал ежемесячно. Ну, просто на свои потребности, там. Небольшое количество монет сливал. То есть даже не весь пар. Я в основном все это копирую. Вот так вот. Ага. Ну, у меня тоже в призм остался небольшой капитал. Конечно, если его посчитать по курсу, который был в ноябре, это очень большой капитал. У меня тоже. Я в тот момент только мечтал о том, чтобы у меня вот было вот то, что сейчас есть в монетах, да. Но, к сожалению, сейчас нет со мной. Мне кажется, что надо сейчас сообществу вообще собраться. Всем пулом вот этим, всем лидерам каких-то структур, лидеров пулов. Вот. И они должны как-то сесть и объединиться и что-то сделать. Да. Я это еще... Я это четвертого сентября это говорил. У меня даже это видео на канале. Есть я и Ильич. Мы ехали в машине. Я сказал, ребята, если вы будете ругаться между собой, ничего хорошего из этого не выйдет. Это я четвертого сентября сказал. Надо мной посмеялись. О, два дурачка едут в машине. Ну, вот что получилось, то и получилось. Ну, вообще, мое отношение к СНГ монетам, то да, вначале они хорошо стреляют, но так как СНГ это невизимный шар, а почему-то Мексику качают так, что получается, что как в хайпах на Крещатике раздали флажки за 200 гривен, короче, и все. И все на этом закончилось. То есть эти СНГ монеты, они не выходят на внешний рынок, никто их не выводит, никто их не качает. Вообще, ну, каждая монета, конечно, я посчитаю, что есть свой смысл определенный. Например, призм – это, конечно, товаропоток. Это переход части людей на товарный обмен. Чепушников и так далее. Товарно-потребительская кооперация. Идея классная. Идея вообще огонь. Идея очень крутая. Да. Но, смотрите как, да, идея классная, но за те полгода, как я нахожусь в призм, ничего вообще не было сделано, хотя призм, на самом деле, объединил огромное количество сетевиков. Все на уровне разговоров, какие было, так и осталось. Вот. Так вот. Хотя можно было сделать огромное, как говоришь, что мы можем многое, здесь тоже можно было сделать много, но ничего не сделано. Когда в других проектах, если что-то хотят сделать, они это делают, на самом деле. по практике. Я там поделюсь в ролик по этому поводу, по призм. Это будет, ну, мое видение, что сейчас на данный момент можно было сделать. Да. Да. То есть я считаю, что, ну, даже то, что я считаю, было сказано, что парамайнинг, он создан для распыления монет изначально. То есть идея парамайнинга, чтобы люди передавали монету другим людям. А это передавали другим людям, чтобы всех подготовить, что вот появится, грубо говоря, Ашаны, где мы можем везде покупать хлеб за призм. Ну, образное. Утрирую, конечно. Но Ашанов не появилось, а монет у людей огромное количество. В результате из-за этого у нас курс и грохнулся. Упал. Возник негатив. И, естественно, негатив. Люди перестали приглашать людей. Идея парамайнинга сгорела под давлением падающего курса. Пропал, так называемый, математический разумный смысл это все приобретать. И плюс с паратаксом подстегнул всех. Показал, что паратакс существует. Доходность упала. Сказал, что до конца года мы получим 999 паратакс. И тогда инвестиционная привлекательность монеты, как в том виде, в котором она преподносилась изначально, она потеряет какой-то либо смысл. А в магазинах, принимающих призм, так и не появилась. То есть весь смысл моих слов. Понятно. Поняли. Так, вопросик еще задают. Алекс, расскажи, пожалуйста, про Тик, уже присматриваясь. Я тоже присматриваю. Тик, это так называемая, как я люблю говорить, легальная компания. Да, да, да. Ну смешно, не смешно. Смотри, я почему был удивлен, что ты туда зашел, он же год уже работает. И тебя это не отпугнуло? Меня это не отпугнуло, потому что, на самом деле, если брать успех Гаммы в 2009 году или брать успех Кэсбери, год – это вообще не срок. Год – это раскачка. Потому что Гамма три года проработал, Владимир FX, я не сказал. Тоже три года, DevLine три года. Не, но, Алекс, ты же сам говоришь, что за 11 лет рынок сильно поменялся, что сейчас проекты столько не живут. Ну, Кэсбери-то это недавно было, ребят. А он последний был из самых нашумевших. Ну, сейчас шумит B2B-Jewerly. Сейчас шумит он, но, по-моему, там уже все на закате. Ну, если брать так, что в данный момент в Тик для меня самый комфортный проект в плане коммунити вышестоящих людей, которые меня пригласили. То есть, никто меня там не заставляет откупать за тройную цену, грубо говоря. Никто на меня не кричит, не шипит. Ну, то бишь комфортная команда коллег, с которыми мне просто приятно работать в этом плане. У меня, как таковой структуры в Тике нету, потому что что-то не заходит, люди мне нравятся. Ну, у меня самого там достаточно крупный депозит. Выплаты я получаю регулярно, я их не постю. Считаю, что они не обязательно отчитываются по этому поводу. Кому понравится, тому понравится. Ну, я скажу так, что туда зашла достаточно крупная команда и из хайпов прошлого, и из кэшбори. И тех, именно тех людей, которые любят простой пассив, простую партнерку без бинаров и открытое человеческое общение с лидерами, с руководством и так далее. То есть, я несколько раз прилетал в Москву, общался с директором, и мне не интересуют его финансовые отчеты, потому что прекрасно понимаешь, что все можно напечатать. Мне просто интересует психологический портрет человека. И когда я с ним общался, у меня сложилось впечатление, что это психологический портрет человека, который не за пятью копейками пришел на этот рынок. И умеет грамотно строить серьезные команды для работы. Недавно в Рой Клубе скидывали ролики одного миллионера, как он общается со своими подчиненными. Или в детский призм чата каких-то. Какой-то миллионер, как он общается с подчиненными, причем не просто… Это миллионер из призм или… Нет, нет, из реального бизнеса. А, все понял. Заводы, пароходы. И он говорит, как правильно работать с лидерами вашей компании, как владелец. И вот я его послушал, и я полностью увидел в этом человеке того директора Тика, с которым я общался. У меня было дежавю, что это был он сам. Вот так. И я потом ему скинул это видео, и он говорит, нифига себе, Алекс туда нашел мою копию, короче. Но мне было очень приятно, потому что здесь мое ощущение, они подтвердились вот этим вот интервью с этим вот миллионером. Ну, то есть подход человека. То есть скамят проекты не пирамидные составляющие, скамят проекты люди. Вот такое мое мнение. Ну да. Алекс, за время работы с проектами было у тебя такое, что ты приезжал на встречу с директором или с президентом, и понимал, что это актер? Да. 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 Где? Давайте. В Эрариуме. В Эрариуме. А ты с ним живо общался? Я по телефону. А то, что это актер, ты понимал, что он неграмотно отвечал на вопросы? Да. Да. Плавающе отвечал на вопросы. И вот эти все шаблонные фразы – это сразу палит человек. Это навскидку сразу быстро. Потом… Я смеюсь, это сразу вспоминается Шпирлиц как никогда был близок к провалу, да? Потом был такой проект «Бычок», 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 «Бычок». Типа торговали на Форексе. И нам прислали… Мы сделали слет в Минске. Все блогеры были, даже Макс Красильников был, Тимченко был, Хисмотуддинов был. Вообще весь бомонд хайпа пролетел в Минск. И мы сняли большую квартиру, 5-комнатную, там жили. И к нам прилетали админы туда. И вот прилетел якобы админ этого «Бычка». Пролетел дядечка в очечах. Мы его напоили самогоном. И он перестал быть админом. Ясно. И он стал слушать лекции от нас, от бывалых, как правильно работать в проектах и так далее, и так далее. Вопрос. ETN Group, что скажете? Я не знаю. Я тоже не знаю. Я даже, наверное, не слышал. Хотя предлагают очень много. Я слышал, но не вникал. Ага, смотри. Ну, в любом случае, там народу много чего предлагает. Вообще, как ты к этому относишься? Вот тебе пишут в личку просто. Алик, привет. Алик, привет. У тебя такого уже нет? Пишут. Сегодня был. Сегодня в чате одного чувака про Стебал. Которого я еще не знаю. Он мне пишет. Алик, привет. Давно свяжусь с тобой. Вот. Тут есть проект, где там живые админы, как ты любишь. Все тра-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Хотя раньше, что за чувак? Вообще не знаю. Вот. У меня подход такой, что я стараюсь брать проекты от тех людей, кого я знаю достаточно давно. Почему так? Потому что, во-первых, если я беру проект от этого человека, то это будет мой вышестоящий, это мой будет проводник. И этот человек должен нравиться как человек. И чтобы не было с этим человеком каких-то разногласий, каких-то недопониманий. Ну, как с Хатовым поругались и все. И концы года называется. Какой это вышестоящий? Никакой. Вот. А вышестоящий? Ну, конечно. Ну, это уже, это, ладно, это лично. Ясно. Давно уже, да. То есть должен быть хороший человек, во-первых. Ну, не в плане того, что хороший джентльмен своего дела. Ну, то есть без закидона, грубо говоря. А если ко мне случится новичок, я ведь не знаю, кто это. Может быть, это клон это уже админа или какой-то там непонятно кто. Там спамер какой-то, который собирает, а потом пропадет. У меня были такие случаи входа в проект. Например, OneCoin. Я зашел под какого-то мальчика молодого. И потом вот мальчик пропал, и он появился, когда уже выплаты перестали. его там OneCoin не происходит. Вот. То есть это не спонсор. Ну, да. И второе, что, например, видишься под какого-то человека, а он свято верит в легенду и общается на языке сетевиков MLM. И ты просто этого человека не понимаешь, что он тебе говорит. Ты ему говоришь профит, а он говорит, что это такое. Вот. В этом плане. То есть человек должен быть тот, с кем ты уже 7 пудов соли съел и 7 верт прошел в разведку называется. А второе, какой проект брать? Вот опять же, тот же Ontario. Я не знаю, кто там у руля. И мне дискомфортно заходить в те проекты, где вообще не знаешь, что там наверху творится. Дискомфорта, потому что тебе этот проект качать, тебе за него говорить позитив, тебе за него держать слово. А про проекте ты вообще на самом деле ничего не знаешь. И проект о тебе ничего не знают. Вот как вот у меня получилось с аудиенцией с Логиновым, то есть он меня пригласил и я за него начал втопить, как говорится. Потому что у меня была обратная связь. И третье, это, конечно же, поддержка. То есть если что-то у кого-то глюкануло, я тут же звоню Логинову. Говорю, вот такая-то проблема, надо решить. Все, у меня проблема партнера решается инстанту. Вот сейчас у меня в тикет так и в нейрон капитале так. То есть три вопроса. Соответственно, если я не знаю админы, я туда не пойду. У меня был в Ройклуб, кстати, я не заходил, потому что не было достойно кандидатуры, под кого заходить. Я искал. В основном, если мне какой-то проект становится интересным, допустим, мне предлагали его кучу ноунеймов, которых я не знаю, то, конечно, я буду заходить под своего партнера, который у меня уже где-то со мной коннектится, где-то ко мне в структуру заходил, с которой мы общаемся. И, соответственно, конечно, тогда я уже под него зайду, да? Вот. А когда вот так вот просто в речку прилетает, ха, Дэн, привет, я подписан на твой канал, лови, короче, офигенная тема, мы тут зажгем, скоро бы была куча будет, давай заходи. У меня сразу непонятно. Я говорю, вы что хотите, рекламу вы хотите, чтобы вам сделали, что у вас, не знаю, сетебуха у вас, что у вас там, я не знаю. Что вы предлагаете, я не пойму. Вот. То есть, в первую очередь, я иду именно к своим партнерам, к тем партнерам, которые со мной идут, и, то есть, вот так он будет смотреть. Ну, либо, да, действительно, уже на лидеров, которые действительно есть какие-то команды, компании, где действительно какая-то, ну, какая-то проблема возникает, сразу можно будет посмотреть. Так, что-то у меня написано, ОБС соединение потеряно. Подключаемся заново. А у тебя с правой стороны значок ОБС зеленый, красный, желтый какой? Подключено успешно. Написано все, подключилось, переподключилось. Ребят, я на связи, все окей, никуда не проходит. Сейчас 18, мы уже, кстати, вещаем. Так, 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 что у нас тут? Фууууууу, дальше. Так, Алекс, я могу через Дэна взять твой номер телефона, позвонить и поговорить, предложить тему, Алекс. Саня, Алекс не пойдет в краудфандинг, краудинвестинг, GM4me. Ты же видел его отношения, по-моему, сегодня ответил на это. Это татарская получается, да? Да, это казанская, зеленая тибетейка, казанская, бархатная, настоящая. Так, пусть Дэн запишет видос, тогда про эту тему и в путь. Не понимаю, Руслан, про что вопрос был, на какую тему. Александр Ступин пишет, трансляция пропадала? Да, ребят, пропадала, отключалась, но сейчас опять все окей, все на связи, вроде как. Фух, так, ладно, давайте так. Давайте, наверное, уже хватит, нам уже, мы уже час двадцать вещаем. Давайте, наверное, сейчас перейдем к словам, три слова загадаем, от каждого из нас по слову и разыграем по десять монеток призов. Окей. Ребят, плюсики поставьте в чате, кто за? Кто за, ребятки, ребятки, поставьте плюсик в чате. Так, сейчас я посмотрю, что у нас там в чате и вообще. Ребят, придумайте слова там куда-нибудь. Алекс, давай от тебя слово. Так, куда-то писать надо его или нет? В скайпе. Да, нет, никуда ни в коем случае писать не надо, ты что? Нет, нет, почему в этом, в скайпе, в нашем чате, только мы увидим. Да, в скайпе напиши, да, давайте Алекс напишет, Андрей напишет и я напишу, и мы по десять монеток разыграем. Ну, а подписчикам, я думаю, будет интересно. Пятьдесят один человек сейчас находится на трансляции, плюсиков уже нормально сыпали. Это говорит о том, что ребята у нас готовы к розыгрышу. Ребят, посложнее слова или попроще? Давайте, напишите в комментах. Кто не ставит плюс, тот не играет. Роман Трибутер написал. Кто не ставит лайк, видосику и не подписывайся на канал, тот не играет. Так, проще, проще слова. Как бы было круто, если бы вы рассказали, сказали реальные темы, где можно зарабатывать. Ой, ребят, честно, мне пишут, Дэн, куда зайти? Я скажу, ребят, я не хочу на себя брать ответственность, чтобы вам что-то навязывать. Я могу показать, где я зарабатываю. Если вам что-то из этого стало интересным, то вы пишите мне, я вам уже говорю свой расклад. Но перед этим вы расскажете, какая у вас ситуация, откуда вы в конце концов взяли бабки на то, чтобы заводить. Если это кредит, сразу идите отдайте. Если это заемные средства, тоже идите отдайте. Если это большая сумма, я тоже всегда говорю, не надо большую сумму. Возьми ту сумму, которую ты готов заморозить, не знаю, на полгода, на год. Те деньги, которые тебе не понадобятся в течение этого времени. И только потом можно попробовать. Потому что иногда мне пишут, слушай, ну вот там, допустим, Амир Кэпитал с маленьким процентом. Дэн, ты в нем уверен? Я говорю, да, я уверен. В смысле, как уверен? Уверен я. Узнает то, что у меня диверсификация, у меня и там деньги, и там, и там, и там. То есть это не последнее. То есть я не уверен настолько, что продавать свою квартиру и заносить туда бабло, я так не уверен. Но чтобы завести туда, допустим, ту сумму, которая у меня там работает, то я готов. То есть понимаете, здесь для каждого, для кого-то 100 долларов это большая сумма, или последняя, да, можно сказать. А для кого-то, ну, 100 баксов можно завести, там, допустим, какой-нибудь хайпец, где там, который будет вам давать 3-4, там, процента в сутки, да, ну, можно 50 долларов завести, да, допустим. Это не страшно будет. Так кто-то скажет, а что это 50? Я заведу тысячу, я тысячу долларов готов завести. Потому что для него это тысяча, это, не знаю, там, из 100 тысяч долларов, которые у него есть, для него это, там, 1%. Ну, вы поняли, да, о чем я говорю? Так что, вот так. Амир, скам уматовый, уматовай, наверное. Ты серьезно? Я не уверен, что это скам, поэтому я доверил туда деньги. Дэн, мы с Алексом написали слова, давай. А, вы уже написали, да, 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 да. Так, скажите, так, 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 так. Что скажете про компанию Агам? А где эта компания? Я не вижу. Сайт есть какой-нибудь? Есть какая-нибудь презентация? Скиньте, посмотрим. Дэн, да к Агам ты чего? Это квестра же. Ну, Андрей, это сарказм был сейчас. Так, ага, есть. Давайте первое слово тогда, Алекс. Алекс. Алекс у нас первое слово загадал. И мы сейчас посмотрим, кто же угадает это слово. Так, ага, Андрей тоже загадал. Давайте сейчас слово Алекса будем угадывать. Ребят, тот человек, который выигрывает, угадывает, прописывает слово первым, тот человек у нас будет... А, давайте, ребята, чат скину, да, в этот общий чат наш. Сейчас, сейчас, сейчас ссылочку в скайп скину. Так, Алекс уже слово загадал. Так, я скидываю. Давай, да. Смотрите, это чат, да, где можно будет посмотреть слов. Так, поехали. Значит, человек, нет, не человек, коронавирус, нет, вирус, нет. Представьте, да, сейчас мы загадали. Съедобное, нет, живое, нет, не живое. Так скажите, что известно про квестру Агам? Давайте не сейчас. Ничего там неизвестно, скам уже давно-недавно произошел, пора уже смириться с этим. Мечеть, нет. МЖ съедобное, слово мужского рода, несъедобное. Пельмень, нет, это не пельмень. Тюбетейка, предмет, нет, это не предмет. Призм, нет, рост, нет. Казань, пельмень, материальное. Ну, нет. Вот, само это слово пощупать нельзя, но то, что оно обозначает, в принципе, да, наверное, можно пощупать оно материальное. Нос нет, США нет, шапка нет, климат нет, поварешка нет. Давайте, 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 ребята, наводящие вопросы задавайте, будет проще. Рубль нет, это не рубль. Подтяжки нет, воздух нет. Хлопок нет, планета нет, доллар нет. Самое близкое слово, которое называли, оно уже прозвучало. Вот именно, ну, какое-то слово, которое имеет отношение. Даже не одно, а уже два слова этих прозвучало. Размер? Нет. Мечта, воздух, банкомат. Дома есть? Нет, так. Депозит очень близкое слово к этому. Разум, паровоз, султан, татарин, дым, шлем. Нет, 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 ребят, мимо. Бактерия? Нет. Бамбук? Нет. Деньги? Да, тоже очень близко, но доллар тоже близко, кредит? Нет. Счет? Фиат? Инвестор? Сейф? Больше подсказок не даем. Вклад? Капитал? Профит, Алексей Жан. Алекс. Да, молодца. Алексей Жан. Все, сейчас я переключаю. Алексей Жан. Алексей, внизу под видео есть ссылка, можно будет со мной связаться. Напишите в Telegram свой кошелек и получите от Алекса, я вам перешлю ваш кошелек, и получите от Алекса 10 монеток призов. Поздравляем Алексея Жана, да, действительно, это было слово профит, и деньги, там, доллары, рубли, это все имело, как раз-таки, отношение к этому. Так, ну что, давайте сейчас слово, которое нас загадал Андрей, это слово у нас также имеется уже, и сегодня, кто его угадает, первый напишет, тот человек получит тоже 10 монеток. Так, сегодня общались с Алексом, вот так вот, Алексей Жан с тобой сегодня уже общался. Поздравляем, да, поздравляем. Так, живое, да, живое, живое, МЖ, мужского рода, слово живое, не женское. Одушевленный, да, но это не предмет, как бы это, живое, одушевленное, дома есть, у меня нету. Кот, нет, не кот, муж. Нет, это не муж. Травоядное? О, я, кстати, не знаю, нет, наверное. Животное? Ну да. Не человек, вот так мы скажем. Да. Брат, грибок, собака, растение, человек, лидер, инвестор, сын, собака. Нет, это не растение, не человек, таракан, собака, хомячок, видимо, спикер, крот, стрекоза, кролик, попугай, хомяк, животное, не человек. Кошка домашняя? Нет, ну не, ну может быть дома можно завести, тогда будет домашняя. Енот, барсук, бонобо, я не знаю, что это такое, медведь, грибок, комар, медведь, сороконожка, муравей, скунс, вошь, шиншилла, ягуар, нет, 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 крокодил, хорек, лев, курица. Блоха, мышь, крот, волк, таракан, автомат, часы, суслик, суслик есть, млекопитающие, петух, червяк, рост какой? Давайте подсказку дам, это не рост, это размер. Млекопитающие? Нет. Нет. Растение ест? Ест растение или нет? Ммм, вопрос интересный. Ну, растения, ну, да, даже хищники, в принципе, растения едят. Животное съедобное, я не знаю, я не видел, не, может быть в какой-то кухне это едят. Ну, в экзотических странах, может быть, и едят, да. Экзотическое животное, так, ленивец, хомяк, жираф, крокодил, цирукат, бык, мешутик, змея, мутигер. Стелла отгадала. Стелла Ли, Стелла Ли, Скорпион, абсолютно верно. Стелла, все, пишите свой, значит, свой Стелла Ли. Пишите свой кошелек, да, мне в личку, я перешлю ее Андрею, и, соответственно, Андрей вам перечислит 10 монеток приз. Ребят, ну что, круто, да, у нас два слова уже есть, а третий я еще не придумал. Кто-нибудь придумает слово? Кто-нибудь, на бум. Андрей, у тебя нет там чего-нибудь? Алекс, у тебя есть что-нибудь там? Да давай, придумай. Что бы такого загадать? Так, а вот Алекс печатает, ага, сейчас узнаем, что за слово. Так, ну что бы не загрузить народ, попроще хотелось бы. Давай посложнее, 10 монет призы на кону. Сейчас, ребят, пока нету, пока нету еще. Давайте что-то из инвест-тематики. Ну, ребят, не знаю, я, вот Алекс сейчас пишет, сейчас что-то придумает, то и будет. Стелла, вы у нас выиграли, мы вас поздравляем. У нас сегодня уже два победителя есть, это Александр Жан и Стелла Ли, это два победителя. Так, телеграмм, 90 рублей на кону, ахаха. Ну да, когда-то это было 500 рублей, кстати. Ну да, такое было тоже. Так, Алекс написал, да? Из инвест-тематики первое слово уже было сегодня. Да, мне кажется, это очень быстро угадает. Да? Да, ну прям в лед, мне кажется. Мы помним, один раз стрим какой-то проводили, и у нас слово пирожок гадали минут 30. Я вот прям запомнил это почему-то, ну реально просто так. О, товарищ Котов, тяжелая артиллерия у нас. О, и он только подсоединился, то это, что сейчас вообще полон силы, энергии, и он не слышал всего, что мы тут полтора часа уже вещаем. Поэтому я думаю, он сейчас вообще в лед просто 90 рублей или 10 вне так приз, точнее уже, по-моему, заняты. Он дал всем фору. Спрашивает, какое было второе слово? Слово было Скорпион. Первое слово было Профит, угадал Алексей Жан. Второе слово было Скорпион, и угадал его Стелла Ли. Напишите мне в личку, сейчас прям можете писать, в Телеграм, Дэн, нижнее подчеркивание, инвест. Пишите в личку, и все. Все, сейчас у нас, Алекс, ты написал слово? Так, второе, что ли? Ну, да. Сейчас переключусь. Хорошо. Или давайте, знаете что? А давайте вот такое слово. Сейчас. Ай-яй-яй, не то. Такое пойдет, посмотрите. Жду. Я вот, вот, вот. Только посмотрите, это я правильно написал? Ну, да. Или в единственном. Может тогда так, чтобы посложнее было, а то это все знают, а это не все. О, это... А это тоже самое? Это не знаю. Я тоже не знаю это слово. Ну, давай, что, 10 монет приз. Ну, а это все тоже самое там, и состав, и все, да? Да. И выглядит так же. Я в Скайпе написал, что это... Да, да, понятно. А, все, я понял. Ну, поехали. Все, ребятки, погнали. Слово есть. Поехали, угадываем. 10 монет приз на кону. Честно скажу, я даже не знал, что это за слово. Слово сложное. Если бы... Первый раз вижу. Я слушаю. Я это ел несколько раз. Это Алик, ну, уже подсказал. Аликс уже подсказал, он говорит, я уже это ел несколько раз. Вот, это первая подсказка, так что все, погнали. Живое материальное пощупать можно. Даже, как сказал Алекс, есть можно и нужно. Физ не физ. Тофу, вот так сказать. Дуриан, хурма, все поперли. Сейчас у нас целое меню тут будет. Тупи-бамбур. Тупи-намбур. Нет, тупи-намбур. Мясное, да, мясное. Маракуйя, шаверма, суши, устрица, банан, фунчоза, летучая мышь, сладкие орехи. Нет, не сладкая. Не сладкая же Адрес? Нет, я думаю, не сладкая. Орехи, форель, чеснок. И не летучие, иначе мы здесь не сидели. Баранина, шашлык, пельмени, салак. Или салат имеется в виду, не знаю. Пельмень, каракатица, пирожок, прополис, ящерка. Бычьи яйца, вот так вот. Самса, перепелка, манго, сападила, куры, дак, эскалоп, бастурма, краб, отбивная, видимо имеется в виду, гречка, эчпамак, ляпушка, манды. Пачмак какой-то, да. Это татарские пирожки и мясо с картошкой. Вкусный. Бахшамбак, шурпа, дальдити, не знаю. Люля, кебаб, яблоко, мангустин, хачапури, манго, хинкали, чебурекус, тартар, манты. То слово, которое я загадывал, уже два раза написали. Это было слово манты. Поэтому надо было усложнить. Не, ну мы бы сразу же не подсказали, что это съедобное. И они бы гадали бы тут. Так, бешамбак, мандарин из теста. Да, тесто есть. В России есть. Ну, Алекс говорит, что есть, да. Почмак, хлеб, пельмень, хинкаль, голубец, гурдок, шурма, бешамбак, беляш, шурпа, пельмень, банан, чебурек, соль, чак-чак, колбаски, манты. Три раза уже написали и угадали бы это слово, но мы его поменяли. Беляш, вареник, бешбармак, клетки. Помимо мяса есть что-то? Да, есть. Авокадо, клетки, козы. О, Вера Никонова. Сы, Вера Никонова. Вера Никонова у нас побеждает. Молодца. Получает. Да, ребят, честно, я даже сам не знал, что такое есть. Так что все претензии к Алексу, это он придумал это слово. Да, только Алекс написал с двумя зэ, я не знаю, как правильно. Да, какая разница? Я думаю, тут даже если быть стремя написано. Все правильно. Главное, что идея. Ну что, вы пытали слова сегодня. Было действительно классно, здорово. Пообщались с Алексом, познакомились, пообщались на различные темы по заработку в интернете. Посмотрели, что было до моего появления, как говорится, в теме заработка в интернете. Алекс как раз таки рассказал вообще, как все развивалось, как он развивался, рассказал свою историю про различные проекты. В общем, я думаю, что в любом случае вы не пожалели о том, что сегодня поучаствовали, приняли участие в нашем стриме. Надо сказать огромное спасибо Алексу, что он выделил свое время для того, чтобы нам рассказать обо всем этом. Также Андрею, конечно же, Жарикову большое спасибо. Ну и, конечно же, огромнейшее, просто огромнейшее спасибо вам всем, уважаемые подписчики, что вы все были сегодня с нами в прямом эфире. Из 18600 человек, 50 человек где-то у нас сегодня находилось на этом стриме. Ну, в записи еще дополнительно, конечно, посмотрят. Ну, давайте, Алекс, Андрей, скажите что-нибудь в заключении, будем закругляться. Всем большое спасибо, что присутствовали на этом вебинаре. Я это называл «Круглый стол». По сути, идея «Круглый столов» еще была в 2015 году. Мы это вели с ребятами, тоже с блогерами. Большое вам спасибо тебе, Дэн, и Андрей. Я вас знаю давно, и Андрея знаю, с 2014 года. Мы, кстати, с Андреем гоняли в Стамбул. Да. Вместе весело там было. Да. Чуть не выиграли большое BMW белое. Да. Вот. И, что сказать, хочу сказать, что зарабатывать в интернете можно. Самая главная задача – это найти ту нишу комфорта, которая именно вам обеспечит именно ответы на те вопросы, которые есть к этой индустрии. Чем вам будет больше комфортнее, не только в плане денег, но в плане окружения, тем больше получить позитивы от этой деятельности. Вот так я хотел сказать. Ну, я же в заключение тоже скажу. Алекс, тебе спасибо. Было приятно тоже пообщаться. Что ты поделился с нам своим многолетним опытом в инвестициях. И, собственно, я думаю, ребята, пример Алекса показывает, что, с одной стороны, кажется, что работа инвестора – это очень легко и просто. Типа, вложил деньги и плюй в потолок. Но на самом деле мы понимаем, работа инвестора – это тоже работа. То есть надо постоянно отслеживать, анализировать информацию, отслеживать ситуацию в компаниях и так далее, и так далее. И как раз то, что мы с Алексом поговорили, единицы, буквально те, с кем вместе Алекс начинал 10 лет назад, остались единицы только. Потому что многие, большинство, наверное, даже сошлись с дистанцией. Тем не менее, заниматься инвестициями можно. Надо просто развиваться и, ну, скажем так, двигаться вперед. Так, здесь вопросик задали, если нет Телеграма, куда писать. Я написал, отправил ссылку на свой ВКонтакте, ссылку, страничку, так что напишите туда, и все окей будет. Так, да, все, ребятки, все победители, пишите в личку, раскидаем там все. Пишите свое слово, какое слово вы угадали, и присылайте свой адрес кошелька, приз, и монетки вы получите. Все, ребятки, всем большое спасибо. Обязательно палец вверх этому видео, подписываемся на канал, нажимаем колокольчик. Для того, чтобы не пропускать следующих видео, но с вами были Дэн Инвест, Алекс, Рантье и Андрей Жариков. Всем хорошего настроения, и сетевите и стройте сети. Пока-пока. Пока-пока. Всем хороших выходных. Так, ребята, да, давайте я поотвечаю на ваши вопросы, то, что в чате. Так, Алина Челлендж, добрый вечер. Так, можете о платинкоин пару слов. Ну, Алина, платинкоин есть на бирже CoinMarketCap, но я общался с людьми, которые в платинкоин участвуют, у которых есть пакеты. Как мне объяснили, на данный момент с платинкоинами невозможно ничего сделать. То есть, как бы, они вроде как есть, но обменять их реально, ну, не получается. Вот, хотя, хотя, опять же, статистика на бирже CoinMarketCap показывает, что вроде бы как обороты какие-то есть, но получается эти обороты нарисованы, да. Так, Чебурашка нам написал, привет, люди, все работает, всем все платится. Так, компоненты, какие инвестиции, все инвестируют в гречку, макароны. Ну, да, это что, тоже один из вариантов инвестиций на случай апокалипсиса, да. Так, Дмитрий Дмитриев, здорово, Алекс написал, так, и что 80 рублей, инфляция есть всегда, да. Так, Андрей, конечно, привет, да, всем привет. Валерий Закариас, здравствуйте, может, о Crowd1 пару слов. Ну, Валерий, насколько я понял, за Crowd1 их концепция, то есть, это долгосрочные инвестиции, купи пакет сейчас, а прибыль получишь через полгода, то есть, там, получается, скажем, вы купили какие-то доли, эти доли растут в цене, но продать эти доли, там, получить какую-то прибыль, можно будет только осенью, я так понял. Так, не надо такого писать, не участвуешь, не пиши, Чебурашка, 100 монет, давай. Ну, все, ребята, да, спасибо всем, кто зашел сегодня на огонек, тоже было интересное общение получилось втроем, да. Все, ребята, всем пока и хороших выходных. Наверное, да, в конце я, а, в конце, наверное, надо сделать анонс, кстати. Полезная информация по проекту iBanker, по проекту iBanker. Значит, сейчас в конце завершу, просто понимаю, что вы уже тут достаточно долго нас слушали. Так, сейчас вот я включу, так, как, так, захват окна, захват окна, да, вот так вот. Значит, по проекту iBanker, то есть, что такое iBanker? Это внутри, внутри именно Telegram-бота, то есть, iBanker представляет собой именно Telegram-бот, и, по сути, внутри сформирован инвестиционный портфель из девяти криптовалют. Там, например, есть и PRISM, BIP, WING, OMC, PIR, DARSE и так далее. Вот их девять штук. И вот вторая колонка, то, что вы видите, это показан, какой процент в сутки эти криптовалюты дают. Естественно, часто задается вопрос, именно откуда берется пассивный доход. Это монеты, построенные на технологии постмайнинга. Ну, или как призмачи называют парамайнинг, да, то есть, когда монеты увеличиваются сами по себе. Но доходность, как видите, у всех разная. Там у PRISM 0.5, там у BIP 0.22 и так далее. Но, тем не менее, есть. В принципе, для того, чтобы сделать инвестицию в iBanker, нужно иметь вот столько монет, сколько указано в графе количества, третья графа, да, мы видим. И сколько это будет стоить в долларах. Кстати, по PRISM уже, да, по PRISM надо делать корректировку, потому что курс PRISM уже, да, уже не 17 долларов, а там получается, по-моему, 100 монет, это 10 долларов будет. Вот. Ну, короче, как видите, чтобы вам начал начисляться пассивный доход, чтобы ваши монеты начали работать, в принципе, большая сумма не нужна. И это, кстати, хорошо. Так, и я сейчас еще, что я хотел, я хотел, так, один момент, я хотел зайти... Да, кому нужно больше информации, вот я сейчас в чат просто сброшу ссылку и посмотрите. Так, 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 так. Вот. Здесь больше информации именно по iBanker. Там же есть ссылка для регистрации, кому нужно. Так, ну что, ребята, да, спасибо, в общем, всем, кто зашел на огонек. Всем пока-пока. Спасибо. Продолжение следует...